Всем привет! Это индикаторная отвертка. И то, как она работает, я думаю, знакомо многим электронщикам и электрикам. Давайте посмотрим, как она работает. Чтобы с помощью такой отвертки найти фазу, достаточно ее воткнуть в розетку и посмотреть на огонечек. Взглянем поближе. Если с помощью индикаторной отвертки мы умудрились найти токоведущий фазный провод, то огонечек внутри корпуса отвертки будет загораться. Но что же делать, если вдруг нам срочно понадобилось отыскать фазу в этой розетке, а вот такой расчудесной индикаторной отвертки у нас нет? Можно ли своими руками из простых вещей сделать нечто подобное, которое будет выполнять те же самые функции? На этот вопрос я отвечаю утвердительно. Да, с помощью обыкновенной отвертки, трубочки для коктейля, небольшой проволочки и маленького светодиода, вот такого, можно сделать самому индикаторную отвертку, которая будет крутить шурупы, а заодно находить фазу в розетке. Давайте сделаем. Это покажется невероятным. Как так, с помощью таких банальных и глупых с виду предметов, сделать такое нужное, полезное и очень удивительное изобретение человеческого ума и человеческих рук? Но давайте посмотрим, как все это можно организовать. Отвертку лучше подбирать так, чтобы ее жало хорошо входило в отверстие в розетке. Поэтому толстые отвертки мы отложим в сторону и будем заниматься вот с такой отверточкой. Кроме того, веселая трубочка от коктейля лучше будет прозрачной. Это такая же трубочка, но только прозрачная. Она смотрится гораздо красивее. Теперь трубочку придется немножко укоротить, но прежде чем укорачивать, проверьте, входит ли и выходит ли трубочка и жало. Входит и выходит. С помощью глазного дальномера мы определяем, какая примерно часть трубочки должна быть отрезана. А с помощью ногтеманикюрных ножниц мы укорачиваем трубочку до нужного типа размера. Это делается просто. Как видите, получилось. Ура! У нас есть изолирующая накладка на жалоотвертке. Точно такая же, как на отвертке индикаторной фабричного производства. Но а что же будет здесь индикатором? Ведь в индикаторной отвертке редкая и дорогая неоновая лампочка, являющаяся индикатором. Вместо устаревшей неоновой лампочки я буду использовать индикаторный полупроводниковый синенький светодиод. Синенький светодиод хорошо смотрится на синем фоне и дюже пасует до ручки вот этой синенькой отвертки. Он будет здесь смотреться очень и очень хорошо. Но прежде чем его размещать на рукоятке нашего изделия, давайте его модернизируем с помощью кусочка медной проволоки. Как? Сейчас покажу. С помощью старинного метода наматывания медной проволоки на выводы светодиодов без всякой пайки и галаяльников мы делаем удлинение вот этого индикаторного светодиодного вывода с помощью меди. Готово! Получилось! Можно немножечко приукрасить. Разумеется, если вы любите паять, вы можете все это спаять или склеить оловом и канифолью. Заметьте, никаких транзисторов, диодов и микросхем и батареек здесь нет. Но прежде чем монтировать нашу конструкцию, надо бы определиться с цветом закрепителя, то бишь изоленты. На рукоятку синей отвертки ставить изоленту красного, желтого и зеленого цвета это какой-то нонсенс. Поэтому используем традиционную синюю изоленту. На синем фоне она смотрится замечательно, да и только дополнит дизайн и изящество нашей конструкции. Давайте сделаем это. Самое трудное при закреплении деталей это найти, где находится кончик у изоленты. О, кажется, вот он. Все остальное делается по накатанной. Отлепляем залипший край и отматываем немножко изоленты. Отлично! Красиво! Синее на синем. Это просто великолепно! Теперь размещаем светодиод с удлиненной ногой на рукоятке нашей отвертки. Можно было, конечно, проточить пазы, сделать разъемы, но кому это надо? Придерживая пальцем мы удерживаем светодиод, а изоленту наматываем поверх вот этих вот контактов. Так будет надежно и красиво. Смотрите, дизайн нашей отверточки приобретает новый смысл. Получилось вполне эстетично, так что можно отрезать излишки изоленты. Ну вот, все закреплено и хорошо примотано. Вот этот вывод светодиода, он будет индикаторным, а точнее касательным. Ну, короче, его мы будем трогать пальцами, когда будем находить фазу. Удлиненный вывод светодиода мы наматываем на металлическое жалоотвертки. Витков может быть несколько, может быть один. Можно даже сделать специальный стальной хомут, который будет припаян к проволоке и намотан таким же образом. Готово. Вот такая эстетичная пружинка. Вполне все хорошо. Но надо подумать и о безопасности. Именно для этого и служит вот эта трубочка. Давайте смонтируем все вместе так, чтобы трубочка аккуратно наехала на эту пружинку. Хорошо. Но здесь есть опасный контакт. С помощью небольшого кусочка синей изоленты мы изолируем этот провод так, чтобы нечаянно при работе не коснуться его. Практически у нас все готово. И такой индикаторной отверткой можно откручивать шурупы и проверять фазу. Но как? Давайте проверим. Итак, давайте теперь найдем фазу с помощью нашей самодельной индикаторной отвертки. Приблизимся ближе к розетке и пожалуйста касаясь контакта мы видим что синий светодиод горит. Давайте сделаю это поближе. Свечение индикаторного диода яркое и хорошо различимое не только в темноте но и на свету. светит он не менее ярко чем обыкновенная индикаторная отвертка. Давайте возьмем и проверим остальные части розетки. Есть фаза нету фазы нету фазы а на крепежных болтах ничего нет розетка смонтирована хорошо. Итак кажется с задачей мы справились. не прошло и пяти минут как с помощью банальнейших вещей мы соорудили самую настоящую индикаторную отвертку которая не только не утратила своего функционала она достаточно безопасна проста и практична при этом у меня получилась не просто какая-то шлицевая отвертка индикаторная а самая настоящая крестовая можно гордиться собой а что вы об этом думаете друзья товарищи пока ребята поставьте мне что-нибудь за эту нерукотворную самоделку субтитры